здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева благодарю за поддержку канала игоря васильевича и молот великана наталью гришину веру федоровну ваша помощь очень важна для меня благодарю всех зрителей канала те кто делает репосты оставляет ваши интереснейшие комментарии благодарю этот фильм посвящен тоже интересной теме для меня я думаю что для вас это видео тоже станет но неким откровением я не готовила большое видео я готовлюсь к большой работе я готовлюсь к экскурсиям к маршрутам очень много тем у меня перекликается помимо 19 века с темой петра и ранее стима ивана грозного или временем бориса годунова или временем алексея михайловича начала романовых или екатерининскими временами и это все настолько переплетается и в данный момент я готовилась ну готовлюсь к маршруту к одному и вдруг в недрах своих папок мне встретилась книжица одна некого голландского художника времен петра первого это начало 18 века это это некий корнелиус де брюйн голландский художник но вроде как бы художник и художник и что такого есть кое-что есть кое-какие мысли книга это его была впервые в россии напечатано в 1870 году то есть путешествовал он в начале 18 века а книга была напечатана спустя более 160 лет переведена и напечатана конечно она была сильно цензурирована потому что в это время была жесточайшая цензура но я так полагаю что после ядерной войны 19 века после засыпа городов когда все только начало восстанавливаться уже в новой формации уже в новом так сказать мировом порядке вот появляются эти всякие исторические книги которые до этого были как бы никому не нужны существовал ли этот корнелиус не существовал ли но допустим допустим он существовал и допустим он действительно путешествовал из голландии из амстердама путешествовал московию по большой северной дороге и делал свои заметки допустим давайте поверим и давайте буквально вот посмотрим кое-какие материалы конечно всю книгу смотреть невозможно она очень интересная там 300 страниц это надо отдельно читать и мне уже даже хотелось читать невозможно было оторваться но для видео для видео это слишком много поэтому вот такой сюжетка который касается конкретно архангельска и конкретно такого такой вещи как правление которое в это время московье было нам говорят что все время было монархи да были цари монархи была монополия на власть ничего подобного даже в этой книжечке даже при этой цензуре проскакивают кое-какие словечки которые говорят о том что до романовых по крайней мере до петра первого московье еще было выборное право об этом есть и другие источники я как-нибудь расскажу когда у меня будет повествование о немецкой слободе и о своем маршруте красные ворота немецкая слобода в данном случае в это видео это не входит но здесь вот здесь есть кое-какие интересные моменты они для меня были удивительны я думаю для вас тоже будет это интересно услышать вот допустим гравюра архангельска вот он рисует как бы с корабля с лодки ну хорошо а если мы посмотрим гравюру то здесь такое впечатление что сделано с какой-то очень высокой горы либо ну с высоты птичьего полета что у корнелиуса никак не было судя по книге но не летал он никуда на воздушном шаре не поднимался и каких-то таких высоких гор у москвы нет это я об этом тоже скажу потому что об этом говорит официально и историография того же ивана забилина причем я везде ссылаюсь на источники я не беру из головы я не фантазирую я опираюсь только на источники напечатанные официальные источники которые есть в интернете а также у меня очень много и книг я специально собираю книги кстати благодаря вашей помощи имею такую возможность покупаю специально нужные мне книги и выуживают там вот эту интересную информацию аргументы мои они железобетонные потому что я их беру из официальных книг а вот так выглядела астрахани интересно астраханцы узнаете свой город это у нас тоже начало восемнадцатого века астрахани очень много у него вот еще астрахань какие-то бастионы люди великоваты для этих стен великоваты тоже астрахань есть самара вот такие зарисовки это я не знаю что за картина но что я хочу сказать что когда мы будем читать вот почему я вам показываем на картины потому что что такое художник который рисует в путешествие путешествует он там что-то около года или полгода останавливаться помогут для художника для того чтобы рисовать такие картины нужно во первых хорошей погодой он же на натуре рисует да для него обязательно у него должны быть краски кисти карандаши или уголь то есть художественной принадлежности у него должно быть очень много бумаги на которой он рисует то есть целый целый обоз должен быть с ним вот в таком путешествии потому что он очень много чего нарисовал специальный обоз в книге я нигде этого не нашла вот этих вот моментов это все остается за кадром нам просто дают информацию что вот есть такие картины вот есть такой корнелиус который путешествовал по москве и даже есть его описание но есть нюансы которые скрыты но которые очень важны потому что дьявол кроется в деталях и когда я начинаю сама себе задавать вопрос а это как а это как а это каким образом но я знаю что такое художник мы когда учились в архитектурном институте мы мучились постоянно мы таскали подрамники это была мука потому что это во первых тяжело это неудобно это масса всяких принадлежностей собой надо таскать но художники меня поймут что такое быть художником и рисовать на натуре тебе подрамник нужны бумагой кисти краски это не одна картина это много 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 тебе никто не должен мешать и должно быть много часов спокойной хорошей погоды а он ехал на север ехал с севера в москву да пускай это было летом но он и зимой путешествовал вид москвы с воробьевых гор принципе да с высоты птичьего полета хорошо похоже ли это с воробьевых гор вот что-то я не узнаю но допустим новодевичий монастырь что-то потом было запустение большое здесь у нас где-то должен быть олимпийский комплекс лужники вот в этом месте вот еще москва это астрахань это уже другая какая-то астрахани у нас получается тот же самый корнелиус очень любит астрахани астрахани у него много но прям так все прорисовано так все прорисовано тоже астрахань посмотрите какие здесь у нас разрушенные крепости ну и так перейдем собственно говоря книги к фрагменту книги предисловие переводчика переводчик нам дает пояснение кто такой корнелиус де брюин ну раз уж они его вытащили откуда-то из сундуков из старых или откуда они его вытащили эту книжечку которая где-то там валялась 160 170 лет и решили таки напечатать корнелий де брюин искусный живописец известный больше своими путешествиями на восток родился в гаде тысячи 1652 году детство юность провел в отечестве обучаясь преимущественно живописи который рано обнаружил необыкновенные способности для усовершенствования которые будучи уже 22 лет в 1674 году опять-таки они нам пишут уже по новому летосчислению да уже все посчитали это 5000 лет то что убрал петр первый отправился в рим здесь под руководством лучших учителей художников де брюин ревностно продолжал изучать свое любимое искусство в течение двух с половиной лет по прошествии которых отправился в неаполь и другие города италия потом следуя врожденной наклонности путешествиям пустился море в малую азию на острова метилен и хиос родос кипр и прочее посетил важнейшие города египта серии палестины ну прям такая у него кругосветка снимая и записывая на пути своем все что казалось ему замечательным вот это слово снимая обратите пожалуйста внимание потому что она мне например резанула это мы сейчас снимаем на смартфоны у нас это слово в ходу постоянно когда у нас не было телефонов с фотоаппаратами с функции фотокамеры мы никогда не говорили что снимаем мы говорили мы рисуем мы срисовываем снимать можно копию с какого-то документа да вот это было 8 копировать можно снять копию опять-таки срисовать скопировать но слово снимать у нас появилось только сейчас в обиходе когда мы действительно пользуемся кино и фотокамерами здесь она уже есть это слово снимая и записывая на пути своим все что касалось ему замечательным или живописным по возвращении в европу он поселился во время в венеция где окончательно завершил свое художественное образование у знаменитого в то время живописца карла лотти и затем с громадным запасом очерков и путевых заметок после двадцатилетнего почти отсутствия именно в 1693 году возвратился на родину но я не знаю кто его содержал на какие деньги он путешествовал вот у него кругосветка такая вот он ездит он путешествует что это за человек такой интересно кто его кормил кто на на какие деньги кто содержал его непонятно и так он своими мастерскими работами скоро приобрел известность искусственного художника в то же время он из подволь обрабатывал и привезенный им богатый материал составил из него подробное описание совершенного им путешествие вот эти слова из подволь откуда этот переводчик знает переводчик знает только материал который он переводит из подволь то есть вот есть такое ощущение что это все-таки нам подготовили эту книжицу с текстом но тем не менее давайте опять таки давайте поверим что ну да ну да вот перевел как было давайте поверим приложил к нему более 200 прекрасных изображений своей работы к своему труду и в 1698 году издал его на голландском языке в свете благодаря бруинам овладела неодолимое желание снова пуститься на дальний восток в персию восточную индию и другие сопредельные страны но на этот раз уже с более определенными научными целями засланец короче говоря он был кругом желание обозреть изучить эти чуждые страны и народа которых ходило в то время в европе много любопытных и часто полу баснословных описаний рассказов дебруину как художнику особенно хотелось осмотреть на месте основательно изучить снять и описать разные памятники древнего искусства сверх того это новое свое путешествие на восток дебруина хотел совершить непременно через россию который также привлекала к себе внимание любознательного голландца своим молодым но успевшим уже прославиться в европе монархом преобразователем здесь у нас реверанс петру первому монархом преобразователем он уже успел прославиться с такими-то целями несмотря на все возражения и представления родственников и друзей об опасностях которые предстояли ему предпринимаем им путешествие дебруин отплыл 28 июля 1701 года из родного города своего гаги 3 сентября того же года прибыл в архангельск у нас получается только один северный путь московию через северную дорогу через из европы через архангельск почему-то у нас нету напрямую из европы сухопутной дороги едут они исключительно морским путем через архангельск и только 4 января следующего 1702 года благополучно достиг москвы получается что едет он самую зиму москву вот в сентябре он в архангельск прибывает все-таки это северная сторона и 4 января следующего 1702 года достигает москвы то есть он едет в зимний период по зиме по снегу получается так в которой прожил с недалекими выездами в другие города россии слишком год именно до 15 апреля 1703 года этого числа он оставил столицу россии и реками москвой акой волгой доплыл до астрахани опана вот здесь у нас о чем говорят москвой акой волгой у нас еще нету якобы нету москва-волга канал канал москва-волга его еще нету да но он уже доплыл до астрахани из которой 11 июля того же года в товариществе с тремя армянами пустился на восток сперва персию потом восточную индию и далее на острова цейлон явую ровно через четыре года именно 11 июля 1707 года снова явился в астрахань на обратном пути отсюда дебруин снова посетил москву потому что по-другому нельзя по-другому ему нельзя ему только через москву через северную дорогу пробыл в ней на этот раз около полугода затем прежней дорогой своей через архангельск отправился из этого последнего города на корабле домой 8 октября 1708 года совершенно благополучно возвратился в амстердам и через два с небольшим года по вторичным возвращении своим на родину дебруин издал новое обширное сочинение описание своего второго путешествия на родном же своем языке последующим довольно сложным заглавием так это второе сочинение дебруина высшей степени любопытное поучительное согласно согласно очень любопытное поучительное в особенности для любителей древнего искусства то есть вот для меня и для вас дорогие зрители потому что вы интересуетесь этой темой изложены в виде дневника в которых сочинитель вносил последовательно все что только казалось ему достойного внимания во все время его продолжительного странствия таким образом в нем подробно в различных отношениях географическом политическом бытовом и даже естественно историческом описаны все страны области и города в которых он жил или через который только проезжал и все обитатели всех стран и городов ну надо же ну надо же какой вот полиглот какой он молодец он и художник вам и он историк и этнограф ну просто какой-то генерал прям вот ну ломоносов наверное второй ломоносов наверно не иначе такой вот ученый просто вот каким образом ему все это удалось ну я не представляю это какой-то сверхчеловек он был один из первых сообщивших обстоятельные сведения западной европе о жилищах и нравах наших самоедов он был один из первых сообщивших обстоятельные сведения западной европе о жилищах и нравах наших самоедов но это такие похожи на тунгусов я так понимаю племена так а у меня цель это архангельск второе последнее сочинение добруина скоро обратил на себя внимание образованного мира гораздо больше чем первое его произведение и было переведено на все почти европейские языки полном составе своем со всеми изображениями или же в извлечениях на русском языке полного перевода этого сочинения до сих пор еще нет а сколько нам известно переведен только небольшой отрывок из него всего семь глав с пропусками в отечественных записках издававшихся свиньиным 1829 30 годах содержащие в себе пребывание дебруина в одном только городе москве к сожалению значительные сдержки с которыми собрежено приложение превосходных изображений необходимых для пояснения изложения не дозволяют и нам настоящее время предоставить здесь полный перевод этого сочинения поэтому не отказываясь от надежды исполнить это со временем когда будем иметь возможность к тому предлагаем теперь перевод только части этого обширного труда именно то его части которое понятно и без снимков и в которой сочинитель описывает свое двукратное пребывание в россии путешествие по ней части это особенно любопытные за имена занимательно для нас русских не дебруин излагает состояние нашего отечества кстати русских здесь пишется с двумя с на секундочку это вам говорю 1870 год издания вот данный 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 книженцы часть это особенно любопытно и занимательно для нас русских не дебруин излагает состояние нашего отечества в достопамятное время царствования петра первого и приводит много событий которые он был очевидцем иногда участником вообще достоинство сообщенных дебруином сведений о россии заключается в том что несмотря на близко его знакомство со всеми прежними нас иностранными а россии писателями каковы например гербиштейн алиари карлил алисон и многие другие он ничего из них не заимствует является везде самостоятельным верным принятому им правилу строго держаться истинно описывать только то что он мог сам видел и дознал на месте а видел и узнать в течение своего долгого пребывания путешествия по россии он много мог немало при тех благоприятных условиях в которых он находился дебруин лично был известен царю петру первому часто видел царя запросто в немецкой слободе у соотечественников своих голландцев а также и у других знатных проживавших там иностранцев он часто посещал дворец где снимал портреты самого царя и для других членов семьи его сопровождал его поездках в воронеж и наконец был первым иностранцем которому царь дал дозволение обозревать древности и достопамятности москвы снимать и описывать в ней все что только найдет он заслуживающим внимания я вам скажу что своего рода петр проводил некий аудит он собирал все сведения тот петр который вот вот это вот вот этот петр из немецкой слободы тот петр наш он петр не нашли он подменен или это мы поговорим отдельно у меня есть уже две серии фильма и масса другого материала который ну будет шаг за шагом сделан короче говоря видим что царь петр ему как пишет здесь нам переводчик чтобы мы поняли да вот все он ему разрешил снимать все что только пожелаешь залезай в любой уголок вот везет же ему а вот мы хотим какой-то уголок зайти поснимать какой-нибудь подвальчик везде нам обрубают везде закрывают руками везде не дают снимать не пускают в москве а то пожалуйста иностранцы бери снимать что хочешь повествование россии дебруин поместил и описание путешествия чрезвычайного посла их царских величеств иоанна и петра алексеевича и господина и брантьева из москвы в китай совершенного в 1692 году зачем русским знать что пишут о них иностранцы это когда у нас вот есть некие иностранцы да и средняя азия когда они когда они ходят по своему что-то балаболит они могут что-то хорошее говорить а могут не очень хорошие говорить мы же все равно ничего не понимаем да зачем нам понимать а здесь вот иностранцы зачем для русских сочинения которые они не должны знать что они говорят иностранцы ну и так перехожу собственно говоря к этому фрагменту который я и хотела вам зачитать имя этого переводчика павел барсов апрель 23 1872 года москва так вот прям листаем отсюда прибытие в архангельск сейчас найдем про самоедов я вам читать много не буду отправляется он кораблями морским путем кстати все они хорошо никаких вражды никакой нету идет торговля прекрасная в это время идет шведская война и торговля идет вот именно по основной северной дороге с московией и с другими странами которые идут через москву в китай ту же индию и так далее прибыли они на судах некому острову одним русским управляемым одним русским которым мы просили быть нашим проводником так как ночь приближалась время было очень темное мы и так уже сделали как полагаю три поворота компаса несмотря на то что с нами было четыре шкипера наконец мы приметили у одного острова русское судно на якоре так как была уже полночь и дождь лил ливня посмотрите какая здесь погода да и как он это все рисовал я не знаю мы решились зайти на это судно и дождаться на нем дня будучи не в состоянии по совершенной темноте обращаю ваше внимание не просто так вам это зачитываю обращаю ваше внимание именно как он это описывает он описывает окружающую среду совершеннейшая темнота добраться до твердой земли в противном случае мы намеревали сойти на остров и нам развести порядочный огонь в лесу с рассветом мы продолжали наш путь в шесть часов прибыли в новую двинку трех часах от города мы остановились тут не имея возможности идти далее без дозволения местного начальства все то здесь уже пограничники они должны были получить дозволение немного было домов в этом месте в котором трудились над возведением нескольких окопов из-за опасений высадки неприятелей тут же приготовляли три брандера зажигательное судно с тяжелой цепью толщиной в руку чтобы запереть вход шириной в 90 сажен это орудие окоп назначали против шведов ах против шведов которые постоянно опасались после последней попытки их я успел снять это место дома которого все были в некотором расстоянии вот мне это слово снять она уже меня все время щелк щелк вот так вот как это значится на изображение наконец местный начальник прибыл угостил нас чаркой я хочу сказать что он слово снять если мы говорим что это художник кто он не говорит я срисовывал картину я рисовал он говорит что он снимал а снять это буквально скопировать вот снять это перевести изображение с натуры на листок это не зарисовка это съемка может быть он действительно буквально снимал или какая-то технология была фотографирование копирование на бумагу на плоскость но его дальше на этом леске я считаю что вот они попадают на новую двинку это буквально здесь это все рядом немало они были удивлены когда увидели что их тут же приветствовали несколькими выстрелами из пушек чего они никак не ожидали это заставило их бросить один свой галют и барку и удалиться на шлюпке к другому галюту который сел было на мель и теперь опять вышел на воду после этого они возвратились на свои корабли стоявшие у стереки отправились от новой двинки уже в полночь потому что в это время года светло так как бы был ясный день но мы только что прочитали что он написал что темень была невозможной теме но принципе белой ночи да вот здесь вот уже больше похоже на правду тогда что у нас там было в начале про темень непонятно но продолжаем 4 числа того же месяца некоторые из наших кораблей пристали города после того как их вновь осмотрели не находилась ли на них запрещенных товаров английский корабль упомянутый нами выше и оставшиеся у стереки за немением лоцмана хотел также в это время подойти городу но имел несчастье сесть на мель на другой день поднялся ветер так усилен что нельзя было подойти к этому кораблю когда же он это все рисовала снимал чтобы снять с него товары ветер все усиливался и более и более я хочу сказать что при такой погоде он никак не мог рисовать много часов если снять быстро то можно а вот рисовать вот эти зарисовки делать как он показывал какие картины в начале фильма показывал нет на это нужно очень много времени стоять на местности и чтобы не было ни ветра никакого иначе он снесет всю бумагу он просто не даст этой возможности не дождей и свет должен быть соответствующий значит что-то съемка здесь имеется ввиду не рисунок буквально как мы его понимаем опять-таки вот у них тут проблемы с погодой люди принуждены были спасаться со своими пожитками посредством нескольких канатов и одной барки но груза состоявшего исключительно почти из табаку перевести был уже невозможно это был один из лучших кораблей когда-либо виденных в этих местах он поднимал 300 ластов имела 40 пушек из которых когда было на нем только 18 и 30 человек моряков от этого несчастья ну то есть корабль тут по у тому из-за ветра всего лишь дал течь у него и все и утонул таково было злополучие постигший этот великолепный корабль но не меньшее постигла бы и гамбургский корабль который пас последний день августа сил было на мель если бы не сняли во время груз от чего и тронулся он противном случае крушение произошло было на глазах наших так как место где он сел было еще опаснее чем то где погиб английский корабль вот это вот эта природа там северная наконец избежавший всех этих опасностей мы счастливо вошли в пристань дальше он описывает тех самых самоедов невысокие некрасивые темные в оленях шкурах очень вонючие пахнущие так что некоторым становилось плохо что еда у них там хранится и протухает и невозможно совершенно с ними находиться тем не менее он их снимал опять эти слова снимаю снимаю они пытаются трупами быков овец лошадей трупами и других животных которых подбирают на больших дорогах или которых дарят им также кишками и другими внутренностями этих животных но я не знаю что уж там за трупы быков овец и лошадей валяются и других животных чё уж там такое трупопадения какой-то животных как не противно эти люди но дитя не было неприятно и телом довольно было каким-то репом он удивляется вот он пишет я привез с собой репы с которых я снимал в архангельске где не хотели верить что в натуре были такие репы и не верили до тех пор пока я не показал им самые репы так мало здесь обращать внимание на подобного рода вещи друг мой сидевший после меня когда я снимал ребенка в люльке вот опять это слово снимал ребенка в люльке почувствовал себя отсказанной воне до того дорно что у него пошла носом кровь и он принужден был выйти из палатки несмотря на то что мы были предупреждены на этот счет и употребляли водку и табак этому удивляться нечего потому что сами эти люди имеют пренеприятный запах замечаемый при приближении к ним и которые скорее всего приписывают их обыкновенной пище неопрятности в изготовлении оной я поспешил уйти из этого непривлекательного помещения вот опять так как я жил в помещении довольно низком я попросил самоеда въехать в мою комнату на санях с его оленями не поняла вообще как это и снял все это опять-таки снял все это чтобы показать как запрягают этих животных там как он мог въехать в комнату на санях что там такое эти сани длиною обыкновенно бывают 8 рейнских футов шириной 3 фута и 4 дюйма спереди загнуты вверх как наши коньки он садится на задки поджавшие ноги иногда выставляя одну из них висящем положении наружу рассказывает о самоедах и как они скользят по снегу каким образом довольно интересное описание как они приучают оленей зазывать умеют заманивать интересно тут самоеды топят своих родителей когда они достигнут уже такой старости что не годятся никакой работе о я поняла откуда родом генетические чубайса грефа правители вот те которые стараются пенсионер всячески урезать вот они откуда вот из самоедов они родом между самоедами есть человек которого они называют шаманом или кудесником что значит жрец или скорее чародей но вот как у индейцев между рекой лены амуром живут якуты которые суть особый вид татар и ламуты питающиеся оленями как самоеда и число их простирается до 30 тысяч они отважные воинственные есть еще другой народ береговое море называемый юкагиры или югра есть тут еще какой-то народ коряки видите не знаю как у нас на севере по моему ничего этого не осталось еще было вот и какой-то шестой народ на морском берегу назывался лежачий чукчи потому что они лежат либо сидят в своих палатках продолжение всей зимы вы представляете сколько было всяких еще народов еще двести-триста лет назад сейчас мало что осталось чукчи одни остались про архангельск вот третьей главе он пишет о том что здесь изобилие всех жизненных припасов он очень подробно описывает какое здесь изобилие что там можно жить просто припеваючи людям вот которые там просто живут у них еды навалом всякой 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 вот еще момент такой царь имеет прекрасное место для постройки кораблей в получасе от архангельска на северо-запад от него оно расположено очень приятно в небольшой дороге вот он пишет здесь про большую дорогу все корабли приходящие в город и выходящие из него там в архангельске огромный порт проходят через него тут находилось много кораблей на икорях поджидавших другие корабли возвращающиеся на родину и в то время когда я снимал это на изображение часть 10 вот видите опять снимал это на изображение место это обозначено на этом изображении буква короче говоря я все-таки считаю что он подразумевает под словом снимал не рисунок срисовывание а именно съемку каким образом я не могу сказать но именно съемку каким-то образом он мог переносить это трехмерное изображение пространство на плоскость может быть это длилось не не доли секунды может это довольно долго длилось но это не все-таки не рисунок что до города архангельска то он лежит на север запад от московии на северо-восток от реки двины двины впадающие в белое море и в шести часах от него город расположен вдоль берега реки на 3-4 часа ходьбы здесь есть главное здание в нем палата или двор построены из тесаного камня разделяющиеся на три части иностранные купцы помещают свои товары и сами имеют для помещения несколько комнат первом отделении находящимся налево от реки здесь же помещаются и купцы ежегодно приезжающиеся сюда из москвы то есть какой-то у нас отель гостиница со складами для купцов для товаров и жилье из тесаного камня входя в эти палаты проходишь большими воротами в четырехугольный двор где по правую и левую сторону расположены магазины наверху длинная галерея на которую ведут с обеих сторон лестницы здесь по левую сторону находится покои о которых было говорено сейчас где на левой руке помещается приказ или суд а внизу его дверь выходящая на улицу судебные приговоры исполняются в этой же палате за исключением приговоров над лицами осужденными на смерть исполнение коих производится в различных местах указываемых самих приговорах в этом дворе хранятся вещи принадлежащие его царскому величеству сложены во множестве деревянных отчасти каменных магазинов собственно для того и устроенных но которыми пользуются иностранные купцы третьи ворота ведут опять же в особую палату назначенную для товаров русских людей видите русских он пишет с большой буквы в которой и купцы и хозяева этих товаров также имеют помещение для себя но не так удобно и как покои наших купцов значит у русских покои более удобны чем у иностранцев сейчас наоборот и кремль которым живет правитель воевода содержит себе лавки в которых русские во время ярмарки выставляют свои товары кремль окружен бревенчатую стеною простирающийся одной частью до самой реки здесь же написано о том что был построен по плану петра и каменный город ниже архангельска 15 верст новая двинка что до зданий все дома этого города построены из дерева или лучше сказать из бревен необыкновенно на вихту на вид толстых что кажется чрезвычайно странным снаружи для зрителя да действительно это когда-то было и даже есть некие фотографии буквально там поштучно из каких-то необыкновенно огромных деревьев которые росли по всей видимости огромных огромных не то что сейчас там ну 20 сантиметров ну 40 сантиметров наверное где то вот сантиметров 60 диаметре а то и больше были такие деревья были такие бревна рассказывает о своих иностранцах как они поддерживают удивительную чистоту своих домах и вот теперь о власти об исполнительной власти что до главного управления то прежний начальник имел в этом городе во всем неограниченную власть но прошлом году управление здесь изменено и установлено 4 выборных бургомистра из коих первый живет в городе 2 в калмогорах и двое последних местах окрестных таким образом теперь власть правителя простирается только на войско бургомистры же ведают управление гражданскими делами то есть они выборные все-таки сюда ежегодно приезжает главный таможенный смотритель ко времени прибытия товаров для хранения доходов из извлекаемых его царским величеством я хочу сказать что выборные это не приказ вот царя он их назначает а выборные и не выборы уже народа это уже не вечи это уже не те выборы это выборы из купцов это дозволяется этой элите выбирать себе бургомистра они просто по приказу как это в немецкой слободе уже в это время было этот таможенный начальник имеет четырех пособников или помощников отправляющих службу его в его отсутствие и называющихся гостиные сотни это вот еще от старых отвеч от копного права осталось то есть выборные из которых избирается и самый таможенный начальник кроме того из народа населения берут несколько человек число которых не определяется и размещают их по городам и селениям люди эти обязаны трудиться в продолжении года без всякого вознаграждения и повиноваться приказанием таможенных начальников и их помощников по отношению ко всему тому что касается доходов великого князя так у нас здесь появляется великий князь а перед этим у нас его царское величество и вот как это понимать кого имеется ввиду это одно и тоже царское величество а кто тогда великий князь или он все-таки еще пока князь он пока не император вот есть такие моменты в тексте все это надо разбирать что имеется ввиду это очень важно почему важно потому что тем самым распутываете клубки мы начинаем понимать эту суть как это устанавливалось вот это рабовладение вот это имперская именно вот то что монарши чье то что элитка из нескольких человек владеет всей землей всем имуществом и паразитирует на остальном народе и паразитирует так что вот все богатства которые здесь описаны в этой книге природное богатство еды вдоволь всего зверя рыбы всего всего птицы это все начинает деградировать это все начинает исчезать народ начинает голодать как при таком богатстве природном он начинает голодать и мы к этому пришли девятнадцатому веку к этой бедности бесконечной нищете страшной ищите голоду и вот здесь он пишет что до предметов жизненной необходимости то они находятся здесь в изобилии там много живности он знает о чем говорит ему есть чем сравнить он сравнивается своей европой со своей голландии там много живности чрезвычайно дешевый так на примере пара куропаток стоит 4 штивера птиц этих имеется там два рода из коих первые садятся на деревьях цветом похоже на наших и отменно хороши другие странная вещь зимой белые и называются по русски куропатки зайцев там такое множество что продажи они по 4 штивера за зайца зимой все они белые кролики же напротив черные бекасы стоит здесь 2 и 3 штивер 1 много там и уток и между прочим одна порода их называется гагары имеющий весьма быстрый полет и залетающие весьма высоко реки богаты рыбы акуней такое множество что ими можно накормить 20 человек за каких-нибудь 20 штиверов лучше их караси которые поменьше окуней но вкусом отличные я не думаю чтобы они находились в нашей стране потому что я и сохранил несколько их спирту то есть у них там нету ничего подобного в этой европе а здесь всего вдоволь вот когда он понапишет этого порасскажет но конечно им захочется это все захватить конечно им захочется сюда залезть ежу понятно строением своим они почти такие же как и форель темноватые с блестящей чешуёю щеки здесь весьма обыкновенная также как и превосходные угри особенно вид рыбы похожи на наших вьюнов множество корюшки пескарей стерляди комбалы мерлана палтусы вся эта рыба ловится в четырех часах от города в одном заливе образуемым рекою где вода спокойная стоячая излишне было бы говорить о лососе который как всякому известно высылается отсюда соленая и копченая к нам чужие страны о чем это говорит что налажена была торговля и не не ресурсами выдавали вот рыбу эту свежую а потом нам же вот как сейчас нам же продают это все да вот нам местным жителям русским продают эту рыбу иностранцы а они уже сделали эту соленую рыбу и им туда это продавали то есть это грамотно это говорит о суверенитете на тот момент еще пока суверенитете вне внутри ее тела находится две мыши называемой миски и варвань который употребляется русскими как лекарство эта рыба ловится на берегу лапунии почему ее можно иметь только в сушеном виде мясо также изобильно лучшие говядины можно купить за один штивер фунт ягненок около 10 недель стоит 15 штиверов теленок того же возраста от 30 до 40 штиверов смотря по времени года и кстати он говорит о ценах это говорит о том что у него есть деньги его кто-то содержит возможно что кто-то анонсировал это путешествие кто-то оплачивал это путешествие засланец такой им надо было разведать они засылали сюда своих путешественников им надо было все разведать для того чтобы захватить захватить эти территории богатые природными ресурсами индей здесь всякий имеет индей к своем дворе 4 или 5 цыплят или один гусь стоит от 6 до 8 штиверов пиво здесь очень хороший но продать и также варить его воспрещается без особого разрешения великого князя вот опять у нас появляется некий великий князь который дается за известную ежегодную плату он не говорит что царь он говорит великий князь который дается за известную ежегодную плату жители однако же могут варить пиво в количествах потребном для их только семьи уплачивая по 50 штиверов за одну три четвертые меры бочку солода есть впрочем довольно таких кто изъят от такой платы значит жителям пиво дозволяется варить но не продавать но какой-то социализм там какая-то государственная власть при великом князе сюда привозят вино и водку из франции морем но последняя очень дорога по причине большой пошлина которой она обложена но в этой стране гонится своя водка из хлеба который очень хороша и цены умеренной иностранцы не пьют кроме этой последней никакой другой водки пьют только русскую водку царь ежегодно вот здесь у нас появляется царь то есть есть великий князь и есть царь ежегодно получает значительный доход от пошлин установленных в этом городе ежегодно сюда приходит от 30 до 35 наших кораблей но в настоящий год их сюда прибыло 50 и 33 английских ну представляете как им завидно когда они сюда приходят вот сразу вспоминается фильм начальник чукотки аналогично как они грабили там дальний восток а прибавить к ним гамбургские корабли датские бременские число всех их простирается до ста трех купеческих кораблей причина этому та что туземные кумбцы привозили обыкновенно в мирное время множество товаров в ригу нарву ревель и даже в королевец и гданск и что большая часть торговли здесь прервана войной со швецией так что вся она теперь перешла в архангельск считаю также что его царское величество опять-таки мы видим что есть царское величество и есть великий князь в нынешний год получил пошлин наложенных на эти товары с прибытии первых кораблей до отплытия последних из них до 130 тысяч рублей или 260 тысяч риксдаллеров в это число по договору следует половину платить риксдаллерами а другую хорошим золотым червонцами главный из этих товаров привозимых сюда суть золото шелк сукна саржа золотые серебряные предметы роскоши и тому подобное также кружева золотые нитки канитель индиго и другие краски из россии вывозят в иностранные земли поташ вайду юфту вот ничего не знаю что это такое пеньку знаю сало лосиную кожу интересно лосиную кожу и многие другие роды пушных может быть отсюда слова пошло лосины обтягивающая кожа тонкая лосиная кожа лосины которых у военных пушных товаров все произведения страны все произведения страны мне сказывали также что в реках коле варзухе ваймук соус находятся раковины которых есть достаточно жемчугу есть такие которые стоят по 25 гульденов жемчужина и вдвое боли этого особливо в окрестностях омфала есть все что я мог заметить здесь проводя оставшееся у меня время в сообществе господ христофора бранца ивана лупа которые находили себе удовольствие обязывая меня во все это время мы забавлялись игрой пляской питьем и едою часто далеко за полночь бранц немало предавал с этим развлечением будучи великим любителем музыки и превосходно играя на клавесине не неплохо они там отдыхали в таком удовольствии проводил я мое пребывание в этом городе вот такое да получилось довольно длинное видео я даже сама не ожидала но надо было это все прочитать иначе было бы непонятно что откуда вот это все повествование было бы надергана здесь все-таки попыталась эту общую линию сказать и мы видим что еще на момент петра первого все-таки остаются выбранные должности в архангельске мы видим что есть изобилие изобилие животной природной пищи просто вот у него там наверное вот он обзавидовался он восхищение он это передает представляете еще раз говорю как им хотелось сюда залезть это изобилие было везде и жемчуг был и деревья толстенные толстенные деревья срубы из толстенных деревьев это так потому что и в фильме по пскову по археологическим находкам пскова в даймонтовом городе у меня есть фильм и я там как раз делала это изыскание тайнах дам до монтового города что археологи нашли ступени которые по размерам но великанские ступени 10 ширина ступеньки и 60 глубина можете представить себе размер ступеньки 10 сантиметров это глубина и и высота в ступеньки и 60 глубина под великанов под каких-то возможно это действительно жили люди великана не знаю ли более высокие люди более высокие чем вот средний рост сейчас вот такой немножечко может быть за занудный но для тех кому интересная история я думаю вы досмотрите до конца благодарю за внимание с вами была галина конышева до свидания впереди очень очень много интересного